всем привет сегодня небольшой ролик про освещение в мастерской приобрел я светодиодные лампы союз вот так вот все выглядит в собранном состоянии помещение находится в цоколе без окон отпуск как правило проходит незаметно поэтому из-за спешки потолок еще не успели полностью зашпатлевать только под самими лампами стены тоже только зашпатлеваны площадь помещения около 27 квадратных метров естественно это очень мало для таких станков это помещение временное до тех пор пока не построим отдельно стоящую мастерскую лампы покупал через интернет-магазин я брал за 765 рублей за штуку а сейчас они 526 я брал где-то в мае а сейчас август цветность этих ламп от 3300 до 5000 кельвинов мощность каждой лампы по 36 ватт на 27 квадратных метров этого помещения я разместил 8 ламп на потолке специально я не рассчитывал количество требуемых ламп просто у меня так расположились они между швами плит так как помещение абсолютно без окон вы сами видите насколько приятен цвет абсолютно не напрягает глаза в помещении такой приятный дневной свет и как можно заметить на видео около двери есть одна лампа накаливания насколько она желтая по сравнению с этими лампами дальше в этом видео показано только как я соединял провода и кому это не интересно можно дальше в принципе не смотрите спасибо подмонтажных кронштейн и ламп я подложил чопики из фанеры потому что иначе при закручивании самореза в швы между плитами лампа бы висела в кривом положении вот так вот она просто защелкивается легко устанавливать и снимать как соединять провода я буду на гильзы медные лужины поэтому я зачищаю провода так как зачистки которые идет недостаточно кончики проводов запаяны поэтому изоляция не так легко слезает и и Продолжение следует... Для снятия толстой и средней изоляции я использую инструмент КВТ. На лампах идет двухжильный провод, поэтому заземление я обрезаю. Для изоляции провода я использую термоусадочные трубки. Для индивидуальных жил потоньше и для общего кабеля потолще. Для обжима соединений. Я использую гильзы медные и лужинные, так как такое соединение необслуживаемое. Один раз соединил и забыл. Сначала насаживаю большую термоусадочную трубку, которая будет закрывать полностью все соединение. Затем трубку потоньше на каждую жилу. Длина очистки провода должна быть примерно равной длине гильзы. Переданимаемся. Так я обжимаю гильзы по краям и посередине. Для обжима гильз я также использую пресс-клещи КВТ. Поддерживаю отечественного производителя. Даже если не производится в России, хотя бы бренд. Поддерживаю отечественного производителя. Поддерживаю отечественного производителя. Для обжима гильзы. Итак. У нас есть olan клип. Обычно я вставляю чопики из медных проводов в гильзу До тех пор, пока в ней не останется места Но в данном случае даже кабель с сечением в полтора Было проблематично засунуть Поэтому я ничего не вставлял Во время съемки ролика Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь я провожу термоусадку с помощью строительного фена Бош Продолжение следует... 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 Продолжение следует...